И о большом спорте. В Ледовом дворце столицы баскетбольный клуб «Чебоксарские ястребы» встретились с командой «Руна Баскет» из Москвы. С каким счетом завершилась игра и на чьей стороне оказалась удача, вы узнаете из нашего сюжета. Чтобы стать баскетболистом, нужно иметь рост не ниже 1 метра 95 сантиметров. Чем выше, тем лучше в этом виде спорта. Например, рост центрового «Чебоксарских ястребов»? 2 метра 15 сантиметров. Рост в баскетболе, конечно, играет огромную роль, но и как в любом виде спорта, здесь не менее важны навыки, постоянные тренировки, собранность на площадке и игра в команде. Несмотря на то, что чебоксарские ястребы были настроены отлично, первый мяч полетел в их корзину. Вся остальная игра немногим отличалась от начала. Как только ястребы закидывали ответный мяч в корзину противника, команда «Руна Баскет» отвечала взаимностью. Анастасия Тарасова всю игру смотрела через объектив фотоаппарата. Игра нашей команды ее расстроила, но она продолжает верить в победу. Скажите, с каких кадров больше успели заснять? Конечно же, наших ребят. Как наши забивают, атакуют. Что можете им пожелать? Пожелать нашим ястребам только побед и высших строчек турниров на таблице. Несмотря на активную поддержку болельщиков и на то, что чебоксарские ястребы играли в родных стенах, результат игры 72-91 не в нашу пользу. Нам не хватило собранности в защите. Мы сами не собрались, каждый играл сам за себя. Из-за этого проблемы и в нападении, и в защите. В общем, сыграли мы плохо, хотим извиниться перед болельщиками. Будем исправлять ситуацию. Антонио Костана родом из Иркутска. В команде ястребов один месяц. Баскетбол для него и хобби, и работа. Соперники очень сильные. Мы настраивались. Это была борьба за третье место. В принципе, что-то получалось, что-то не получалось. Но мы немножко провалились в быстром прорыве. Они убежали очень сильно. Но не справились с их небольшими. Я думаю, мы сегодня сделали выводы. Самое главное – это не падать духом, чтобы настрой остался боевой. Сделаем анализ игры. Посмотрим, где у нас были сильные такие провалы. И я думаю, исправим. Завтра будет все хорошо. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.